Привет, друзья! Сегодня хочу показать, как я делаю домашнюю и очень вкусную куриную бастурму. Она абсолютно не уступает магазинам, она получается невероятно вкусная. Также вместе с бастурмой я буду готовить и куриные чипсы, но это немножечко другой рецепт, его покажу в другом видео, это тоже очень просто и очень вкусно. Для того, чтобы приготовить бастурму, нам изначально нужно просолить хорошо мясо. На одно крупное филе вам понадобится где-то хороших 2-3 столовые ложки соли. Ее высыпаем на мясо, хорошенько со всех сторон мясо должно посыпано быть солью, хоть это и белое мясо, соль вытянет животный вот этот вот сок, пускай это не кровь, но все же он вытянет лишнюю жидкость изнутри мяса. После того, как мы хорошенько присыпали солью мясо, отправляем его на сутки под пленкой, для того, чтобы соль продействовала, просолила полностью мясо и вытянула лишний сок. После того, как мясо у нас простояло сутки, посмотрите, сколько выделилось сока лишнего, его мы сливаем и мясо нужно вымочить в воде. Если у вас мясо стояло сутки в соли, оно должно постоять как минимум час, а то и два, у вас вымочится в воде. Воду можно поменять один раз еще. После того, как мясо вымочилось, его нужно будет присыпать специями. Специи берем любые по вашему вкусу. Обязательно для меня это сухой молотый чеснок и паприка, чтобы был именно вот такой вот красноватый оттенок. Также сюда добавляю и красный перец, можно добавить немножечко черного, но я в этот раз не добавляю, именно для того, чтобы получился вот такой вот красноватый цвет. Втираем специи в мясо. Собираем боковушкой мяса все специи. Они полностью должны у вас прилипнуть к мясу. Получается вот такой вот красивый оранжевый кусочек, который можно обернуть тканью. Либо это будет тонкая какая-то хэбэ ткань, либо это будет марля, или как у меня это вообще широкий бинт, просто обычный самый. Теперь нам нужно будет мясо подвесить и оставить его сушиться. Я вот так вот упаковываю всю ткань и затем беру цыганскую углу с плотной нитью, продеваю сквозь мясо и ткань, делаю петельку и буду подвешивать в холодильник. Если у вас холодильник No Frost, оно хорошо вытягивает влагу и тогда у вас довольно быстро высохнет мясо. Если же нет, лучше именно использовать какое-то быстро проветриваемое прохладное помещение. Это может быть и балкон, в комнате где-то возле окна. В общем, сушите в прохладном помещении. Может высохнуть как за 4 дня, так и за 2 недели, только в зависимости от влажности воздуха и степени проветривания. И ваша бастурма готова. Она получается очень вкусная, ее можно посушить подольше, ее можно вообще до сухариков до таких довести и хранить впрок. Можно вот так вот, как я, оставить внутри слегка мягенькую, а сверху она довольно плотная. Получается полупрозрачная, такая очень вкусная и красивая, покруче любого мяса. Она пропитывается специями, она в меру соленая. И также вот будем готовить вот такие вот куриные чипсы в следующем видео. Они прекрасно подходят, как любимая закуска. Она получается не очень твердая, эта куриная чипсина. Прекрасно рвется, вам уже, наверное, знакомы такие чипсы. В общем, это будет следующий рецепт. А сейчас поддержите меня лайком за данный рецепт бастурмы, потому что это на самом деле очень просто и очень вкусно. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.